Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы задаете вопрос о том, что после гибели вашего коллеги в аварии вы начали ходить в церковь, и после этого в вашей голове, в вашей душе начали появляться мысли, страшные мысли на ваших близких с проклятиями, и вы боитесь, сможет ли это повредить вам и вашим близким, и вы находитесь в отчаянии. Я хочу сказать о том, что все эти мысли появляются от страха. Точнее, они развиваются у вас от страха. Сатана, да, может забрасывать какие-то мысли или хульные помыслы в нашу душу. Святые Отцы учат нас бороться с хульными мыслями, не принимая их за свои мысли. Это не наши мысли, это мысли бесовские. Да, бывает, что они звучат в нашей душе, но это чаще всего происходит для того, чтобы смирилась наша гордыня, ведь мы все очень горделивые. Это главный основной грех. И приходя в церковь, эта гордыня в нас остается. И тогда сатана закидывает такие хульные мысли. А мы начинаем бояться, что они будут в нас развиваться. И через этот страх сатана еще больше. То есть мы начинаем верить, что вот эти мысли наши, что они могут развиваться. И от страха происходит то, что еще Виктор Гигоска описал так. Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя. То есть если долго прислушиваться к каким-то греховным своим мыслям, то они еще больше и больше начинают развиваться. Поэтому читайте Иисусову молитву все время. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Вытесняйте эти мысли молитвой. Прислушивайтесь к молитве своей душе, а не к этим хульным помыслам. Еще, конечно же, они появляются от гордыни и от превозношения в том, что по вашим молитвам может и должна измениться и ваша жизнь, и жизнь ваших близких. Это действительно так. Когда мы за них молимся в церкви, жизнь их меняется. Господь им помогает и происходит в нашей жизни, в жизни благодатные чудеса. А бес хочет это исказить. Вот эту гордыню нашу, что по нашей молитве становится жизнь лучше других людей, он использует для входа в нашу душу, забрасывая хульные мысли. Из-за того, что мы поверили, что мы можем как бы немножко духовно влиять на наших близких. Вы в это верите, что вы влияете на жизнь ваших близких, и сатана это верой пользуется. Он забрасывает проклятие в вашу душу, и вы начинаете верить в то, что через ваше проклятие близких жизнь их станет хуже. Это не так. Все мы Богом хранимы, и эти хульные мысли — это просто клевета, никак не влияющая на жизнь ваших близких. Поэтому читайте Иисусову молитву все время, отсекайте от себя эти помыслы. Конечно же, в этом надо исповедоваться. В первую очередь в гордыне, в превозношении, в том, что вы гордились тем, что вот можете влиять на жизнь ваших близких, и вообще в другой прочей гордыне. Исповедуйтесь в том, что у вас идут такие хульные помыслы с проклятиями, и они скоро от вас отойдут. Чем больше вы будете молиться, чем меньше вы будете к ним прислушиваться, чем меньше вы будете бояться этих мыслей и впадать в отчаяние, надо исповедоваться в том числе в суетных страхах. Чем больше вы будете в этом исповедоваться, чем больше вы будете молиться и причащаться, тем быстрее это отойдет. Это искушение, которое бывает у очень многих, хульные помыслы. Им надо не доверять, и потихоньку они отходят тоже у всех. Помоги вам, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok